Ну что ж, дружочки-пирожочки, добро пожаловать на канал, посвященный игре Mobile Legends. И да, 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 наконец-таки у нас появился адекватнейший саппорт. Это просто какая-то, ребят, бомба. Я просто отыграл на нем не много, не мало, скорее всего, мало, 10 игр, но просто что он вытворяет, это просто бомба. Он может выкилить просто всю команду в считанные секунды, и это пипец как круто. Ваша команда может сражаться втроем против пятерых, если сзади будет стоять вы, кто будет просто конкретно поддерживать вашу команду. И, ребята, это пипец как все круто. Давайте быстренько пробежим по его способностям. Пассивка, он накапливает энергию и может уже на первом левеле зарядить 450 очков магического урона. Первой цели замедлить ее и остальным целям нанести в два раза меньше урона, потому что эта способность будет рикошетить от героев или крипов или кого-либо еще. Первый спелл, вы делаете связь с героем, килите его сразу на 200 очков, потом еще на 250 очков за 3 секунды. Третья способность, вы по некой области окружность наносите урон, создаете такую окружность, с которой, если герой противника выходит, то он замедляется. Ультимейт, вы также начинаете просто килить вообще уже абсолютно всех героев, которые стоят рядом с вами, вы создаете связь и это не герой, ребят. Это какое-то просто чудо. По сложности, видите, он непростой, но это все не так. На этом герое нужно играть очень хорошо. И моя основная цель не заставить вас купить, потому что мало игроков из вас, проценту, наверное, только 10 захотят его купить. Моя цель, чтобы вы узнали механику этого игрока, как нужно вести себя рядом с этим героем. И на самом деле это вот такой вот супергерой, который остается в тени. Он никогда там... Нет, я вчера получал на нем мвп, конечно, но этот герой не должен получать никогда мвп, он просто должен оставаться тенью, тенью, керри, серию настоящих героев. Но на самом деле мы будем с вами понимать, что настоящим героем является именно Эсс. Да, еще ко всему прочему он эльф. Кто не любит эльфов? Все ж любят эльфов. Смотрите, у него здоровенные эльфийские уши. Боже, это, наверное, эльфийский расизм. Да, сейчас был? Лунный король эльфов. Давайте быстренько пробежим по набору. Вот, нижний набор. Использую вот этот вот сапог, потому что, ребят, нам реально нужно быстро бегать за своими сокомандниками. Потому что этот герой очень медленный, и ему не хватает скоростеночки. Вот этот предмет незаменим. Также, потому что он дает баф вашим героям. Увеличивает атаку и защиту ближайшим союзникам на 10%. А также увеличивает урон у башни. Ну, это же, это же что-то, вообще что-то с нечем просто. Щит перерождения у этого героя работает на изумление вообще круто, потому что мы умираем, если мы первые там умираем в бою, например, мы появляемся и начинаем просто хилить всех, выхиливаемся полностью. И это очень круто. Наша основная цель собрать сразу книжку, чтобы у нас не заканчивалась мана. И, ну, купить сапожочек, наверное. Ну, маленький, просто один сапог, который покупается для того, чтобы купить сапоги-скороходы. И потом уже купить книжку. Ну, давайте начнем. Ребят, все очень сильно зависит от команды. Если вы играете на Лейли, Бруно, Юн Джао, вы Наташи, вы можете реально в соло затащить катку. Там процентов на 60 может все зависеть от вас. На этом герое от вас зависит процентов 10-15. Даже если вы будете все делать правильно, если с вами будут играть Днари, это будет ужас. Это будет полный ужас. Будем надеяться на то, что сейчас, во-первых, этого героя не возьмут. А, во-вторых, на то, что наша команда сделает адекватный пик. Возьмет какого-нибудь танка, которого я смогу выхиливать. Возьмет какого-нибудь кэри. Не в большом количестве, естественно, которого я тоже смогу выхиливать. Да, этот герой может нанести и хороший магический урон. Но наша цель будет далеко не в этом. 10 всего лишь у меня игр, 60%, но мне этого хватило, чтобы просто понять, что этот герой... Ой, хороший пик, ой, хороший. Давайте ADC одного и все. Нет, Горда не надо. Не надо три мага. Это же просто вся команда соберет... Ребят, ребят. ADK, да, вы любите говорить ADK. Нет, стрелка. Нету адекватного стрелка. Отлично, отлично. Качественная замена. Ну, все хорошо. Идет лес он. Хотелось бы мне, чтобы он все же пошел со мной, альфа. И я смог нормально его выхиливать. А он смог бросаться в замесы. Да-да-да. Круто, когда... Ну, либо даже с тигрилом тем же пойти. Оставить тогда... А, Горд будет один стоять. Ну, кому-то придется одному стоять. Возможно, Горду это выгодней даже. В плане... Фарма. У них тоже в команде есть Эстас. И, ребят, если вы видите в команде в своей Эстаса, который вторым скиллом тупо пытается подсосать килы, это все. Это Габелла. Это чувак, который портит вам игру. Он пришел, чтобы портить вам игру. Давай, тигрил, пойдем со мной. А Горду, наверное, стоит отсюда уйти. Да, отлично. Крипов, наверное, лесных нам не стоит идти забирать, потому что мы сильно слабы, поэтому... Попробуем... Взять все же на урон. Первой способностью. Не думаю, что тигрил на первом же левеле попробует отскочить. Хотя было бы неплохо. Неплохо что? Чтобы умер мой сокоманник? Что ты несешь? Вот так вот. Наносим мы урон. Да, и вот видели, залетело 460 и 230 урона. Это вот энергия, которая накапливается. Вот прям над регенерацией. Видите, вот это вот. Когда она накапливается 100 энергии, а эта энергия накапливается... Пойдем, 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 братишка. Пойдем. Отбой. Ну что происходит? Почему ты так себя ведешь? Я что, зря покупал клиночек? Давай, танкуй, брат. Да, и когда мы используем вот связь от первого... Смотрите, как быстро накапливается энергия. Очень быстро, очень быстро. И... А 400 урона на первом левеле. Ну, посмотрите, что это такое. 424 урона. Да, у него там какая-то, видимо, защита есть. Мне нужен этот крип. И... Да, он молодец. Он вообще потрясающий пацан. Это было отлично. Сказать, что просто отлично, вообще ничего не сказать. Я чувствую, у нас большое будущее с этим тайгрилом. Вот оно. Вот она игра. Кидаем этот шар. Не попал только что отхилом. И это очень плохо. 5 секунд до отхила у нас. Давайте на вспышке отскочим. И нужно подойти к тайгрилу. Блин, я его дважды не выкинул. Но это просто косяк. О, мой косяк. Все, все было очень красиво. Все делал он правильное, но... Я немножко здесь поступил не так как нужно. Уфиливаемся в Сова себя, потому что... Потому что придет тигрил фуловый. Включаем сиваль, чтобы накопить энергию. И да, замес был не очень. Попробую искупить свою вину. Ничего еще не закончилось. Это только начало. Да, и способность отхила нужно направлять. Не так уж просто ей попасть не всегда. Вот. Кидаем отхил. Но он пока что тигрил вообще до ней нужен. Отлично. Попадаем. Далеко можно забросить эту способность. Включим регенерацию. Кризы по мне это все попало в дело. Вот у нас уже есть ультимейт. И при первой же возможности нужной, я его попробую показать. Сейчас пройду к тигрилу. И вот, включаю ультимейт. Смотрите, как он начинает выхиливаться. И при этом я могу сразу же использовать свою дополнительно первую способность на него. Но в этом сейчас не было необходимости. Он и так отлично выхилился. Попробуем достать по нему. Достали. Отлично. Внесли урон. Все хорошо. Можно пойти забрать. Передагать пойти вот так. Я в принципе с ним согласен. Почему бы нет? Ой-ой-ой. Тигрил, что ты делаешь? Тигрил это зря. Тигрил это зря. Мне нужно его обойти. Попытаться захилить. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, начинаем выхиливать его. Даже прожмем ультимейт, чтобы... И еще раз способность... Ммм... Давай, тигрилушка, попробую идти. Попробую идти. Прожимаем откил. Килим, килим, килим. Благодаря нам он живет еще до сих пор. Но... Купим сапожок. Прожмем регенерацию. Но, килили мы очень долго. Да не ступит он танк. Все адекватно. Он делает все правильно. Он понимает, что я его могу хилить и лезет на рожон. Так и надо действовать, да. Просто моего откила пока что не хватает, чтобы его достаточно выкиливать против трех героев, когда они все агрятся на него. А так я, в принципе, с ним полностью согласен. Он делает все так, как нужно. И думаю, все у нас с ним получится. Вы видели, да, наверное, как ультимейт может выхиливать? Это очень сильно. Да, ребят, даже если у вас там вы хотите похилить только себя, используете первую способность, чтобы похилить исключительно себя, вам нужно все равно ее стараться кидать на сокоманника, чтобы накопить эту энергию. Которая вот так вот скачет просто по группам, наносит большой урон. Не самая лучшая пассивка. Хотелось чего-то большего, конечно, но тоже неплохо. Без нее было бы хуже. По второму левелу у нас ультимейт. Пытаемся, как-то понемножку настреливать панзи. Так, ну вот начал регенеться. Собьем может реген. Да, думал, Тигрил, как обычно, полезен. Сажал ультимейт. Ну вот, отлично. Теперь нам нужно только сделать убийство, и мы почти восстановим свою ману благодаря этой книге. Все, уходим, Тигрил. Уходим. Ой, господи, как мне нравится то, что он эльф. Это же вообще просто. Ихэст бегает, убивает черепаху. Тоже неплохо, но ясно. Делает это не соло. Так, возьмем для маны предметик. Ого! Так, делаем Тигрилу связь на всякий пожарный. Делаем ультимейт сразу же. Прожимаем еще раз первый спелл. Да, не очень круто все. Жалко, нету показателя, сколько я выкилил здоровье, но я уверен, что это очень много. Но мы все равно умерли вдвоем. Это не так уж и круто. Да, носку хорош, только ругается часть. Так, не круто. Это уж точно не поднимает боевой дух команды. Не хватает нам актива, поэтому еще раз скачаем первую способность. Вот, мы просто, просто обращайте внимание на то, что Тигрилла так много хп, и я его не могу полностью выкилился. Он на моску с пол хп ему кинул только первую способность, и он выкилился. Да, конечно, наверное, вампиризм, он немного и есть. Но вампиризм, когда у тебя половина хп работает не так хорошо, как когда у тебя хп почти нет. Замедляем его. Давайте, 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 ребятушки, отлично. Отлично, выхилим нашего Тигрилла. И идем, наверное, ломать Тавр. Так, идем спасать мозгу. Заметили мы, что у него есть некие проблемы. Прожимаем ультимейт. Видите, связь образовалась с несколькими героями. Сразу же. Прожимаем отхилл опять. Ну, замес мог бы быть неплохим, но, по-моему, мы там никого не смогли убить, да? Быстренько прожимаем отхилл. И, думаю, стоит прожать ультимейт для того, чтобы хотя бы восстановить себя. И когда уже подойдет команда, ультимейт будет полностью восстановлен. Вот здесь панда, конечно, жестко поступает. Опять прожимаем отхилл. Отлично, отлично, отлично. Здесь все прошло изумительно. И наша команда бегает со здоровьем, что мы переживаем замес. И мы имеем еще запасы здоровья. Так, здесь нужно гордо похилить. Хилим его. Ну и, в принципе, я готов к новому замесу, учитывая, что у меня почти есть ультимейт. О, он уже есть, да. Тигрил, конечно, лезет на рожон. Наверху крипы. Их нужно, чтобы кто-то сходил забрал, наверное. Потому что такие деньги не должны просто пропадать. Нам фарм не самое важное. Нам главное левел. Поэтому мы покупаем охотничий этот предметик, чтобы хоть в какие-то моменты быстрее выфармливаться. Хотя вы можете его не покупать. Если вы понимаете, что в лес не очень любите фармить. Пытался я только что спасти. О, не, 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 у меня проблемы. Пытаюсь сам себя выхиливать. Но лучше умереть мне, чем умрет кто-то другой. И никогда не бегите там спасать этого эстаса. Потому что его дело это хилить вас и умирать. Ну, здесь они вот привыкли уже к тому, что они могут бегать с мизером хп. Но я мертвый. Горд, иди домой. Нет, он выбрал умереть. Ну, тоже хорошее решение, да? 13-й левел у них альфа. У нас Москл 13-й левел. Нам забирают тавр наверху. Ох, как не попал ультимейтом, к сожалению, Москл. Одна там панда. Не знаю, пойти ей помешать, но я же должен быть с командой. Вот так сейчас панда тут снесет нам все. Все, что можно и все, что нельзя. Маленький у нас урон, можете заметить это. Только за счет этой магического этого урона мы что-то делаем. Все, здесь там разберется, надо бежать к команде. Прожимаем вспышку сюда вот, потому что... Оу, воу, воу, Хьюстон. Замедляем противника. И бежим к Тигрилу, чтобы выхиливать его. И выхиливать всю команду, кого мы можем только. Вот наш Тигрил бегает уже опять с половиной хп. Неплохо, да? Опять хилим Тигрилу. Сами, походу, мы опять погибаем. Прожать нам еще раз способность, да. Плохо, что Москву тут стоит, вот. Да, Москву умер, и это плохо. Альфа у нас каким-то образом бегает до сих пор 10-го левела. Я не понимаю, как это вообще возможно. У всех на карте как минимум 11 левел. Наверное, все приближаются к 12-му. Наверное, даже я уже приближаюсь к какому-нибудь 13-му левелу. Нет, 12-му левелу. Но все равно. Еще не все потеряно, как минимум. Хилим Альфу. Прожмем ультимейт. Ну и куда ты тпшишься? У тебя фулл хп, брат. Он тпшнулся домой. У него фулл хп, у него почти вся мана. Он тпшнулся домой. Это что-то. Лучше бы я хилил своего тигрила до конца игры просто. Ну тут он чересчур, чересчур. Я его, конечно, выкиливаю, но... Скоро будет ультимейт. Да, возможно. Я смогу его выкилить конкретно. Но пока что, на самом деле, все хорошо. Прожимаем ультимейт и наблюдаем вот за этим. Вот стоит Горд, стоит Тигрил. И они вдвоем просто фулл. Просто реально они стоят теперь фулл. Продолжаем хилить тигрила. По нему там эста что-то стрелял. Но ему как-то было совсем так, что после этот урон. Купим магическим урон дополнительно. Ребят, главное понимать, что может этот герой. Чтобы вы знали, что вот у него сверху зелененький ромбик на его аватарке. Где? Вот тут вот, видите, да? Значит, он сейчас может дать ультимейт. Но это если адекватно ясно. Стоим, нас бьет этот крик. Ох. Тигрил здесь ошибся, конечно. Мне нужен ассистент, чтобы восстановить ману. Отлично, наша команда забирает лорда. Прожимаю ультимейт, чтобы не было поздно. Также прожимаю отхил. И вспышку отсюда делаю. Еще раз прожимаю отхил. Отхил. Вывожу тигрила уже в который раз. Ультимейт у меня уже через 5 секунд. Зря уходит парень. Пойду, посмотрю, что там в Москву и ПХП. В Москву нашу, как обычно. Пуловы. Ману установили благодаря книге, которую мы собрали. Пока что терпим ультимейт. Ждем для более важного пункта момента. Мозка уходит. Лучше пойти с ним. Мы принесем и ему больше пользы, и он нам. Сносим два лайна. Они потерялись, видно. Считывая, что мы проигрываем по киллам. Так, у меня не хватает сейчас маны. Я даже не знаю, тратить мне ее сейчас или нет, чтобы потратить ее лучше ввод на ультимейт. Еще раз отхил. Отлично, отлично, отлично. Ой, все просто супер, на самом деле, да. Только что смог засейвить себя еще на некоторое время и Москву. И забрали еще Альфу с собой туда. На дно земли. Ну что, в принципе, все отлично. Даже не с самой лучшей игрой сокоманников, тот же Альфа. Хотя Тигрил проделал большую работу, если на него кричат, что он нуб, это не так. Он тоже остается героем в тени, на самом деле. Ну что ж. Я надеюсь, вам нравится этот герой. Я не пытаюсь... Нет, если вам нравится такой тип игры, когда вы там реально ходите, помогаете команду, а вас все засирают то, что вы все делаете неправильно, то, ну, в принципе, да, Садамазо отличная, отличная идея. Но, ребят, лучше знать, как он играет. Если в любой команде, если у вас есть адекватнейший друг, или адекватнейшие аж два друга, этот герой просто незаменим. Если вы понимаете, что они умеют играть, что они будут делать все правильно, быстрее бежим туда. Страдает там Альфа. Жутко страдает сейчас, в данный момент. Прожимаем ультимейт. И предвидетельная ситуация. У меня звонит домофон. Выкиливаем как-то. И бежим к Москву навстречу. Не получится, наверное, у меня сейчас это сделать. Да. Здесь косяк немножко. Призошел. Мозг уже жив, это главное. Подадим клинок уже. Что-то нам ничего крутого не предлагают. Ну, сейчас важно купить этот уже предмет. Для этого нам нужна и маска, и щит. Наверное, купим все же щиток. Потому что там жестко напрягает и Лейла, и Альфа. Ну что, мозг выфармливает больше всех в игре. И, наверное, знает, что делает. Поэтому продолжаем искать его, бегать с ним. Но не забываем про Тигрила. Который и так получает много урона. Но благодаря нам может получить в 2, то есть в 3 раза больше. То есть мы делаем, по сути, игру для того же Тигрила, для того же Москва. Спасаем. Врубаем ультимейт. Еще раз рубаем первый спелл. И Тигрил живет, как ни странно. Хотя, по-моему, ситуация была для него очень плачевная уже. Еще раз проживаем первый спелл. Отлично. Отлично. Москва погиб, лучше отсюда уходить. Да. Альфа жестко настреливает в их команде. И куда сильнее вкачанная Альфа, чем тот же Москва, который сейчас имеет на 2000 больше преимущества. Учитывая, что мы сейчас им сольем еще и вверх наши крепочки. В нужные... А может и не сольем. Посмотрите, как мало там КП осталось. Все, отлично. Забрали мы все лайны. В нужный момент мы прошлись по верху, когда у нас помиду шел лорд. Забрали два лайна и сейчас им будет очень сложно. Эстас чужой команды не успел. На помощь. Нужно нам еще 100 голды. И будем мы давать команде еще больше преимущества в битвах. Мало будет сказать, что этот герой вообще незаменим в любой команде полноценный. Когда вы играете со своими друзьями, у вас какой-то слаженный коллектив. Этот герой абсолютно точно не заменил. Прожмем ультимейт. Отхилим Альфу. Ну все, им сейчас будет очень сложно. Им выйти с базы и нам можно спокойно. Не мне, а... Тигрил опять страдает. Он думает, что я его сейчас выхилю опять на фул. Но нет, брат, Тигрил. Ну смотри, как он отхиливается. Панда сейчас вернется. Захиливаем Альфу. Здесь вспышка. Пытаемся уйти. Прожимаем ультимейт. Прожимаем первый спелл. Замедляем их. Входим. Подходит к мозгу. Отлично, отлично. Посмотрите, просто сколько раз моя команда была уже почти на дне по хп. И вот та же Альфа, тот же Альфа, если вам угодно. Бегает до сих пор с полными хп. Еще раз, ребят, повторяю. Не стоит покупать всем, кому не лень этого героя, потому что он стоит дешево. Если вам не нравится на нем играть, вы не будете на нем брать там постоянные MVP. Будете оставаться просто тенью ваших керри. Победили, надеюсь, мне дадут золото, учитывая, что наша Альфа вообще никудышно играла. Хотя, играя за Эстоса, рассчитывайте на постоянное серебро, даже если вы побеждаете. Ну что ж, ребят, если вам нравится такой стиль игры, вам нравится быть саппортом, или если у вас есть отличная команда, или хотя бы адекватный друг, то, в принципе, вы можете купить этого героя. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова